СТАЛКЕР Сталкер, концепция его, это игра мечты, которую мы попытались воплотить. Очень новаторская игра, очень интересный сеттинг. Когда играешь в Сталкер, что-то берет за душу, и в нем хочется жить. Просто это мир. Это как-то небольшой мир, в который можно погрузиться на какое-то время, пройти его, пожить там. Это возможность привести что-то свое, что-то добавить и сделать не обычную игру клон чего-то, а именно самостоятельную игру. Идея построения полностью симуляционной игры, это то, что всех зажгло и давало много вдохновения в начале. Очень большой был просто объем, мы не могли представить себе, насколько много это. Мы с первого раза не нашли реализацию. Но эта идея, она все равно захватывает наши умы. Постоянно какой-то творческий поиск. Да, есть интересные моменты, которые мы находим, есть и неудачи. Каждый следующий проект, он существенным образом отличается от предыдущего. Я думаю, что прежде чем эта игра мечты получит свое полное воплощение, пройдет несколько таких шагов. Шагов. Субтитры создавал DimaTorzok Изначально концепт сталкера была полностью симуляционная игра. Когда все сталкеры были равноправными, существовало 7 частей информации, которые свободно гуляли по игровому миру. И каждый сталкер мог собрать все эти 7 частей информации, понять, как отключить выжигатель мозгов и попасть в центр зоны. Этот концепт, он изначально зажег всю команду, то есть все долго играли в сюжетные шутеры, они как бы всех немного достали. И это именно та ниша, которая интересна игрокам, и нам кажется, что в эту сторону пойдет вся индустрия. То есть рано или поздно, как бы, ну, надоест людям проходить одни и те же подземелья, когда из одного и того же угла выскакивает монстр. Когда мы там собрали первые прототипы, ну, как бы, полностью симуляционная игра, она, как бы, не совсем было в нее интересно играть. Иногда было густо, иногда пусто, часто было непонятно, что делать. Дальше мы начали двигаться к тому виду игры, когда есть сюжетная линия, она помещена, как бы, в симуляцию. Удалась, как бы, игра, удался мир, атмосфера, не удалась. Изначальная концепция — это полностью симуляционная игра. Ну, это некая инновация, которой нужно искать геймплей, надо искать реализацию. То есть мы, как бы, идею-то не оставили с симуляционным миром, и, ну, как бы, у нас уйдет чуть больше, как бы, итерации на эту идею. И вот мы последовательно, как бы, движемся в этом направлении. В начале, когда мы планировали следующую игру во вселенной Сталкера, у нас возникла идея показать мир Сталкера немножко с другой стороны. Не со стороны, как бы, одиночки, которая, вот, борется против зоны, а со стороны представителя какой-то крупной силы, которые стремятся, наоборот, воспрепятствовать этому. Ну, чуть ли сразу родилась идея, что вот под нашу симуляцию жизни идеально подходит, как бы, военно-группировок как явление, в котором участвует много Сталкеров. И, когда вот мы это решили, сразу мы начали работать над тем, чтобы придать вне-группировок осмысленность на глобальном уровне. То есть раньше это было нечто что-то аморфое, ну, вот группировка, кто-то кому-то принадлежит, что есть группировка, что в нее входит, как бы, это было. То есть это как рассказывалось, показывалось художникам, но никак не подкреплялось геймплеем. В данном случае как раз вот оно есть в игре, на этом строится геймплей. Это следующий шаг к нашей изначальной концепции, когда мир этот полностью симуляционный, что он живой. Мы заботились не тем, что вот как Сталкеры проводят свой день, да, с утра до вечера, сколько, а ради каких целей они проводят. Ты, когда встречаешь, как бы, отряд в симуляциях, ты, в общем-то, понимаешь, как бы, что они делают, зачем это делают, к чему это приведет. Группировка — это как единый мозговой центр, который отстаивает интересы своих бойцов в зоне. Всем группам внимание! Найти и уничтожить тоннель! Новый, собственно, игровой опыт. То есть вы вступаете, можете вступить в одну, можете вступить в другую группировку. Вы можете приводить ее к победам. Для этого необходимо будет захватывать разнообразные ресурсные, научные точки, точки контроля над уровнем и так далее. Три типа точек — это территориальные, ресурсные и научные. В каждой точке есть вес, который определяет, насколько она цена, как бы, данный момент для группировки. В группировке могут быть разные цели. Триториальные поинты определяют, сколько сталкеров может набрать группировка к себе. Ресурсные определяют, насколько мощные сталкеры, то есть это новички, мастера или ветераны она может привлечь. И научные определяют, как экипированы сталкеры. Да, то есть, в принципе, вот это вот новый геймплей, которого совсем не было в сталкере. В сталкере группировки не были объектом игры, они, ну, просто там генерировалось абстрактное какое-то здание, будто бы от какой-то группировки. Мы сделали полноценные базы группировок. То есть до этого было обитаемое место на баре, как бы, это база Дога, и то она была, как бы, очень функциональная. Сейчас с настоящей базы там есть лидер, там есть торговец, там есть бармен и механик. Там, как бы, отдыхают сталкеры, оттуда выходят отряды на задания. Там есть какие-то мини-игры, то есть вот Дога, это тир у бандитов, это стрельба по воронам. Смертельным аномалиям, опасным мутантам, а также анархистам и бандитам не остановить долг. Планируя следующий проект, мы проанализировали вот свой опыт в оригинальном сталкере. Понятное дело, там были некоторые моменты, которые нас не устраивали и по глубине геймплея, и по интересности. Одним из таких моментов, это была система аномалий артефактов. Артефакты в оригинале получились, ну, такие, они слишком часто встречались и слишком были, ну, не уникальные, что ли. То есть вот, в приквеле мы это учли и сделали охоту за артефактами настоящей охотой. У нас была идея, вот, вынести весь геймплей с артефактами и аномалиями, ну, сделать его, что ли, равноправным с шутером. И у нас есть разные детекторы, которые по-разному могут обнаруживать разные артефакты. Есть аномальные зоны, которые не позволяют пребывать в них долго. Если раньше детектор, он был только в рюкзаке, то теперь это, как бы, реальный прибор в руке. В одной руке нужно держать болт, в котором проверять аномалии, другой детектор, который определяет аномалии и ищет артефакты. Артефакты теперь невидимые, они находятся в шейпах аномалии, то есть большие, метров, там, по 40, по 50 в диаметре. То есть теперь, чтобы достать артефакт, нужно хорошо экипироваться, прокачать костюм, собирать сеты из артефактов, которые будут защищать дополнительно. Также, вот, с точки зрения баланса артефактов, мы его переработали в сторону уменьшения минусов. То есть если раньше каждый артефакт давал и плюсы, и минусы, и нужно было их комбинировать таким образом, чтобы минусов было как можно меньше. Ну, мы посчитали, что как бы для среднестатического игрока, то есть они не поняли вот этой вот зависимости, и мы решили ее упростить. То есть из минусов, которые вот можно найти на артефактах, осталась, наверное, только радиация. Также одно из нововведений, которое нами было сделано в чистом небе, это система апгрейдов оружия и бронежилетов. Каждое оружие мы постарались сделать, чтобы оно было запоминающимся в игре. То есть не просто игрок берет, выбирает любые абсолютно пушки, там собирает со своих врагов после перестрелки, вот. А ему важна его и интересна его пушка. Он может ее починить, это то, что в итоге сделали моддеры, и это нам тоже показалась интересной идеей, мы немножко развили ее еще. Игрок с удовольствием входит на задание, когда его ждет хороший реворд, как бы, награда. А сталкер — реалистичный сеттинг, и мы не могли придумать там 100 каких-то изумрудов, там, и меч там утренней зари. Выход, собственно, мы нашли в том, что оружие и броня сильно модифицируются. То есть, например, у нас оружие модифицируется там до 16 апгрейдов. Когда вот мы разрабатывали систему апгрейдов оружия, у нас было большое желание уйти от такого вот стандарта в играх, что чем лучше оружие, тем сильнее оно повреждает. Мы ввели различные различия баллистик. То есть, если сравнивать, например, две штурмовые винтовки, автомат Калашникова и какой-то западный образец, там, ЛРК, например, они наносят одинаковый повреждающий хит. Различие между ними — это в пробиваемости пули. То есть, с Калашникова легче убить противника, который прячется за деревянными или тонкими металлическими препятствиями. Оружие натовского образца не так легко пробивает преграды. Натовское оружие стреляет более по пологой траектории, тогда как у Калашникова на средних дистанциях уже пуля заметно начинает отклоняться. Каждый автомат можно довести до его максимума. Этот максимум известен, и необходимо делать для него необходимые апгрейды. Соответственно, вы можете получить, ну, разнообразить свое оружие таким образом, вот как вам интересно. Интересна снайперская стрельба? Пожалуйста. Интересна там скорострельность, ну, или другие какие-то параметры? Пожалуйста. То есть, у вас уже автомат перестает быть каким-то тоже таким стандартным, который вот в любом месте можно подобрать. Он становится ваш личный с вашими апгрейдами. Еще одна проблема, которая была в Сталкере, это с врагов сыпалось очень много предметов, и на определенном моменте деньги утрачивали смысл. Потому что люди приносили там тысячу автоматов, и у них появлялся там миллион денег. Показывай, чем зона наградила. Мы решили эту проблему тоже с помощью апгрейдов. То есть, изначально все оружие, предметы в зоне, они достаточно низкого качества, там, но можно сравнить там с китайскими подделками. То есть, автоматы, они быстро ломаются, они плохо пристрелены, и они практически ничего не стоят. Поэтому игроку нет смысла много времени тратить на вот это таскание всего, что он нашел у убитых противников. Ценность имеют стволы, которые игрок модифицирует. У нас тоже давняя была задумка, это сделать баланс так, чтобы игрок проходил игру со своим оружием. У тебя есть любимое оружие, и ты проходишь с ним игру. Мы переделали анимационный движок. Анимация была из-за, ну, одних из нарицаний в Сталкере. Мы сделали инверсную кинематику. Она позволяет, как человеку, правильно поставить стопу и сориентировать ее. То есть, сейчас Сталкеры, они свободно ходят по любой наклонной поверхности. Он может поставить ногу на парапет, там, на бордюр. Но это выглядит, как живой человек. С другой стороны, не могу сказать, что, как бы, там, мы достигли предела совершенства в анимационном плане по животным, поскольку, ну, очень сложно это сделать. Собачек тех же самых. Поскольку мы их часто видим в жизни, мы можем легко сравнить с оригиналом. Если с монстрами мы можем как-то еще где-то сказать, что, ну, это вот такой вот монстр, то, как бы, конечно, с собачками тут не получается. Вот, поэтому, как бы, нет предела совершенству. Мы улучшили, бесспорно, анимации с собаками. Немножко некоторые анимации поменяли. Немножко от чего-то там, от каких-то даже вообще отказались, чтобы это визуально лучше смотрелось. Плюс инверсная кинематика. То есть в сумме сейчас это смотрит так, что, скажем так, глаз это не режет. Вот, но, конечно, получить там идеальную собаку пока нам не удалось. По поводу животного мира. Значит, монстры посмотрели на них со стороны, посмотрели, какие у них есть недостатки. Мы пытались, попытались разнообразить самих монстров для того, чтобы они стали реально опасными соперниками, даже если у противника есть огнестрельное оружие. То есть, в чем вообще проблема? В том, что монстры не могут стрелять издалека. В основном все должны подбежать, как-то укусить. В связи с этим было придумано несколько вещей, которые позволяют монстрам на дальней дистанции оставаться, скажем так, неуязвимыми по отношению к игроку. Осторожно, мужик, тут собак дофига! На камни быстро лезь! Кроме того, было сделано несколько улучшений для взаимодействия монстров с геометрией, для того, чтобы они могли атаковать игрока даже там, где, допустим, в оригинальном сталкере он был неуязвим. То есть, например, он запрыгивает на камень, и собаки ничего с ним не могут сделать. Сейчас могут. То есть, сейчас вы так просто от них не избавитесь. Сейчас собаки действительно стали опасными. Там, кровосос стал очень таким опасным и хитрым монстром. Они пытаются все время забежать сзади. Они используют максимально эффективно свое невидимое состояние. Они получили существенный бонус. Они в невидимом состоянии неуязвимы, но и не могут никого ударить. То есть, мы поработали над монстрами для того, чтобы они стали опасными соперниками. НПС, они теперь бросают гранаты. Можно было подстерегать сталкеров таким образом, что вот вы сидите в одном месте, удачном таком, что к нему никак нельзя по-другому подойти, и отстреливать одним за другим персонажей. Теперь они будут бросать туда гранаты, вы там не усидите. Мы сделали смарт-каверы. Это подсказки на геометрии, как правильно действовать в НПС к той или иной ситуации. То есть, он понимает, что за балкой ему нужно спрятаться именно вот так вот и выглядывать именно так. Если это как бы некое отверстие в стене, то солдат понимает, что он может вести огонь из этой амбразуры. Вот, собственно, с помощью этого мы бы пытались разнообразить наш комбат. Это, во-первых, выглядит красиво. И, во-вторых, как бы с ними интереснее играть. Сначала «Тени Чернобыля» оставляло много вопросов. «Чистое небо» — это приквел оригинальной игры. События переносят игрока на год назад. Оригинальный «Сталкер» — это аж третий поход стрелка к центру зоны. До этого было еще два. То есть, что происходило в это время? Вот эти ходки стрелка к центру зоны, они как бы всегда вызывали катаклизмы в зоне, существенные ее изменения. То есть, зона 2012 года — это, скорее всего, как затищи уже после бури. Прошла война группировок, погибло как бы очень много «Сталкеров», исчезла целая группировка. Очень много опытных «Сталкеров» как бы пропали без вести. И вот общее вот это знание, накопленное «Сталкерами» о зоне, оно как бы значительно ослабло. 2011 год — это, ну, скажем так, вот с момента образования зоны «Сталкеры» скапливались, скапливались, скапливались. Происходились военные операции по изучению зоны, по добыче всяких материалов. Пропадали бы целые военные экспедиции, образовывались новые группировки. Образовалась группировка «Долг» на осколках военной экспедиции. Как противовесы обосновалась группировка «Свободы». Также корпорации иностранные стали проявлять интерес к тому, что происходит в зоне. Ну, как следствие, появились наемники, которые выполняли поручения этих корпораций в зоне. И вот это все как бы вот так вот накапливалось, накапливалось, накапливалось. И к 2011 году вот это вот скрытое противостояние, да, за контролем над зоной, достигло уже пика. И один человек, стрелок, как бы своим поступком фактически нажал на спусковой ключок. Появление стрелка под станцией спровоцировало грандиозный выброс, который изменил привычную карту зоны. Те места, которые были схожи на известные сталкерами, сейчас покрылись сильными аномалиями, доступ туда пропал. В то же время те территории, которые годами были недоступны, и о них уже как бы начали забывать, они появились. Каждая вот из новых локаций является своеобразным вот экспериментом над тем, что можем мы еще игроку предложить, какой геймплей во вселенной сталкера. Мы съездили еще раз в Чернобыль. Когда фотографировались, к примеру, текстуры для первого сталкера, это делалось на такой цифровой фотоаппарат из первых моделей. Они были маленькие, потом их растягивали, дорежисовывали вручную. А сейчас мы многие пересняли повторно те же самые текстуры и сделали их ремейк, ну такой качественный. Самое удачное время для поездки – конец марта, апрель, когда еще не расцвели деревья. Мы прошли вторую часть Припяти, в которой первая поездка не была, там они не ходили и не снимали. И многие материалы оттуда, не только для текстур, но и для моделинга использовали. Дома, архитектура, объекты небольшие. Ну то есть это материал как бы и для данного проекта, и наработки на будущее. Но подход остается неизменным. Игрок поверит в мир игры, если многие вещи он видел в реальной жизни. Просто наш сеттинг обязывает нас делать реалистичные текстуры. Первая, наверное, самая обширная локация – это Болота. Вот с разработки «Тени Чернобыля» у нас была мечта создать такой большой, по-настоящему открытый уровень, с большими водными пространствами, с лабиринтом камышей. Тогда нам это не удалось, потому что компьютеры тогда еще его не тянули. Но как бы идея осталась, и уже при разработке «Чистого неба» она всплыла. И мы сделали действительно большой уровень, размером, по-моему, 2 на 2 километра. В первую очередь, конечно же, проникались настроением. Ездили на озера, собирали камыши. Я привез сюда на такси огромную охапку камышей двухметровую. Мы здесь вот в этой самой комнате расставляли их на синем фоне, снимали, вырезали, делали текстуры. И кроме того, мы ездили в Чернобыль тоже по болотистым там местам. Ну, Болота старались сделать аутентичными. Допустим, у нас там есть церковь старинная. Мы взяли фотографии старой церкви Полесской в Киевской области и сделали по этим фотографиям в точности. Плюс разрушили ее таким образом, чтобы со всех ракурсов эта церковь смотрелась красиво. Этот уровень, он изначально проектировался и задумался под систему симуляции жизни. Поэтому, наверное, на этом уровне она как бы наиболее свободная, наиболее полно себя чувствует. То есть это такое место, которое максимально дает возможность игроку прочувствовать мир сталкера. Вторая локация, которую мы добавили, это руины разрушенного госпиталя. Мы хотели сделать активную экшн-перестрелку с большим количеством анимаций, привязанных к месту. Скажем так, более динамичный, срежиссированный геймплей. Но интересней в Лиманске. Лиманск-то на самом деле не существует. Это собирательный образ многих провинциальных городов с Советского Союза в 50-х годах. Это, наверное, один из самых атмосферных уровней, который когда-либо создавался для сталкера. Старый город. Контраст между такими старыми, спокойными, заросшими двориками и активной войной, которая ведется. Наша задача была сделать цельный по стилистике город. То есть это не должен был быть винегрет. И мы решили делать город на основе определенного выбранного района в Киеве. Ну, это и есть такое место в Киеве, как бы после войны, 50-х годов, немцы строили, как бы, такие небольшие дома. Он уже давно готовится под снос. Животвод его снесут. И мы подумали, почему бы его не использовать вот здесь в сталкере. Отсняли все дома со всех сторон. Объекты, которые там, та же детская площадка там же была, разные почтовые ящики. Вентиляционные такие шахты, круглые, эти надстройки. Это тоже уровень, который больше посвящен экшн-геймплею, чем симуляционному. Скажем так, это вот вырезанный кусочек симуляции в рамках одного уровня с большим количеством экшн-элементов. Антенна. Это загоризонтная, не помню, как называется, антенна, которая ловила в советское время запуск американских ракет. Он давно не работает. Мы его использовали. Правда, в реальности он имеет 10 секций, огромная по размеру. А мы смотрели ее в реальном размере, поставили в Лиманске и поняли, что она своими размерами подавляет небольшой городок. И решили уменьшить ее до трех секций. Одна из локаций новых — это Рыжий лес. Это такая тоже легендарная локация. Она не вошла в оригинальный «Сталкер», хотя концепт ее был. Какое-то реально существующее место рядом с Чернобылем. Это сосновый лес, который под действием радиации стал у Рыжего цвета. Наверное, один из самых пустынных уровней. На нем тяжело встретить «Сталкера». Зато встреча с монстром в этом лесу сулит много неприятностей игроку. Это уровень, который посвящен, скажем так, мутантам. Вот мы движемся к тому, чтобы у игроков было ощущение, что они настоящие «Сталкеры». То есть вообще вся разработка «Чистого неба» она началась с того, что мы долго собирали мнение фанов. Мы то, что не понравилось, как бы улучшали, а то, что понравилось, как бы либо не трогали, либо делали лучше. И речь даже не столько о количественных характеристиках, сколько уровней добавили, сколько новых моделей, сколько о том, что мы поменяли, ну, наверное, треть геймплея. Я считаю, что мы как бы сделали большой шаг вперед в плане рассказа именно истории, настоящей истории. То есть фактически это во многом новая игра в том же сеттинге со старыми знакомыми. Вот, ну, есть еще куда развиваться. Что бы хотелось, это двигаться к вот симуляционному миру. Моменты режет глаз, есть еще много. То есть с ними нужно работать. Нужно работать с анимациями, нужно работать с навигацией, нужно работать, ну, еще с кучей вещей на самом деле. И все это нужно, то есть, немножко смещать, возможно, акценты, которые сейчас есть там в существующей версии движка. По поводу интересности, первая версия симуляции получилась много безликих персонажей. От этого нужно уходить, нет безликих людей. Ну, каждый человек, он вот, он какой-то свой. То есть понятно, что все это упирается в технологию. Хотелось бы разных монстров, которые вот сильно отличаются друг от друга. В приколе мы поборолись немножко с этим, сделали больше уникальных монстров. В идеале должны быть каждый монстр, вот у него должна быть, ну, идеально это своя тактика борьбы с ним. Основной, как бы, вот принцип новой игры должен, я думаю, будет базироваться именно на вот таких вот тезисах. Потому что, как бы, мы получили опыт, мы поняли, что, ага, много это хорошо, но когда оно все уникально. Много уникально сделать очень тяжело, поэтому нужно начинать с меньшего и делать меньше, но уникальнее. Меньше, но интереснее. Тогда это будет запоминаемо, тогда это будет восприниматься игроком хорошо, тогда это будет интересно и захватывающе. Реплеабилити – это, как бы, ну, одна из тех сторон, к которой мы стремимся, к которой мы стараемся не забывать. Талкер, как бы, это ни в коем случае не игра однодневка и не игра для одного прохождения. Наша глобальная цель, да, чтобы игрок мог жить в мире зоны, а не только вот пройти сюжет и забыть о ней. Хуже точно не будет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»